В четверг, 30 июля, на заседании Рязанской городской думы депутаты определили список лиц, которых наградят в рамках празднования Дня города. Почетным гражданином Рязани стала Александра Рябченкова, председатель Совета ветеранов Московской окружной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. За заслуги перед городом Рязани награду вручат нескольким людям. Климентовской Зинаиды Викторовны, учителя начального класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Рязани, лицей номер 4, и Гарановой Светланы Григорьевы, педагога дополнительного образования муниципального бюджета общеобразовательного учреждения школы номер 7, русская классическая школа. Медали Надежды Чумаковой будут удостоены 14 человек. Среди них директор школы номер 53 Лидия Моторина, главврач городской станции скорой медпомощи Игорь Задоя, журналист Галина Воропаева. Помимо наград депутаты Рязанской городской думы одобрили решение муниципального предприятия управления Рязанского троллейбуса взять в лизинг несколько автобусов. Проектом решения предлагается согласовать совершение сделки по заключению договора финансовой аренды лизинга 20 автобусов марки ПАЗ на срок 60 месяцев на общую сумму, не превышающую 115 миллионов 506 тысяч 597 рублей 74 копейки с учетом НДС. Также на заседании депутаты согласовали льготный кредит для муниципального предприятия детское питание на 15 миллионов рублей. Средства необходимы на текущую деятельность предприятия, при условии, что на производстве сохранится численность работников. Задолженность будет списана за счет федеральных субсидий. Подводя итоги осенней сессии, я хочу отметить, что депутатский корпус в итогах осенней сессии поддержал мнение жителей по вопросу строительства школы в Кальмон. Мы с вами неоднократно вносили изменения в бюджет, и это нам с вами позволило продолжить строительство школы в Гороще, детского сада в микрорайоне ДПР-7, пристроек для ясельных групп, а также подготовить образовательные учреждения в новом году. На заседании Рязанской городской думы депутаты поддержали уменьшение налога на 2019 год на 60% для физических лиц собственников имущества, признаваемых субъектами малого и среднего бизнеса. Речь идет об отраслях экономики, наиболее пострадавших в условии распространения COVID-19. Основанием для предоставления налоговой льготы будет являться заявление в налоговый орган. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».